Насколько сегодня Азербайджан готов как-то заниматься освоением освобожденных территорий? Ведь одно дело восстановить территориальную целостность, но ведь восстановить регионы, города, которые за 30 лет простоя, там инфраструктура разрушена, беженцы. Это ведь тоже не менее будет сложная задача. Освобождение и деоккупация азербайджанских территорий – это только первая фаза, которую нам предстоит сделать. Вторая фаза заключается в очистке этих территорий от мин, от взрывчатых веществ. В третьей фазе Азербайджан, как сказал глава государства, готов полностью реабилитировать эти земли, инвестиции, реинвестиции, программы уже готовы. То есть речь идет не о возвращении беженцев, речь идет о полном восстановлении этих территорий. Потому что там города не простаивали, города стерты с земли. Джабраэл, Физули и другие города просто там выжжены пустыни. Это как поле съемок для Соляриса, лунный пейзаж. Там городов нет, там остались только остовы зданий, какие-то кучки камня от зданий, от парков, от улиц. По моим приблизительным подсчетам, для полного восстановления и реабилитации этих территорий нужно минимум 392 миллиарда долларов. Это фантастическая сумма для нашей страны. Но мы готовы нести эти расходы, мы готовы восстановить эти все территории. И они будут восстановлены. Что касается непосредственно восстановления инфраструктуры в НКО и в оккупированных семи районах, там придется все строить с нуля. Придется отстраивать с нуля Джабраэл, придется отстраивать с нуля Физули. Какие-то строения в Гадруте, да, они сохранились. Кстати, это очень показательно. В тех населенных пунктах, где армяне продолжают жить, а это в основном пункты внутри административной территории бывшей НКО, там хоть какие-то зачатки жизни есть. То, что они называли буферной зоной, оккупированной семь районов, они уничтожены практически полностью. То есть, после освобождения Агдама придется восстанавливать вообще все, включая ту самую мечеть, которая фигурирует на всем известных снимках руина Агдама. И это касается почти всего пространства, которое освобождается от оккупации. Но, во-первых, инвестиционная программа под это дело есть. Во-вторых, у Азербайджана уже есть опыт, скажем так, капитального восстановления полностью инфраструктуры и других отраслей экономики в регионах нашей страны. Инвестиции, безусловно, будут. И я уверен, что это будут не только внутриазербайджанские инвестиции, но и зарубежные тоже. Потому что потенциал этих территорий, он огромен. Во-первых, там есть природные богатства. Там можно восстановить и развивать металлургию. Там можно добывать полезные ископаемые. Там есть золото и многие другие ценные породы. Во-вторых, там огромный потенциал транзита. В свое время, кстати говоря, до Второй войны в ходе переговоров не раз поднималась эта тема, что мы готовы предложить на одном из очередных этапов политического тогда еще урегулирования Нагорного Карабаха, мы готовы открыть коммуникации, возобновить коммуникации с Республикой Армения. Предлагались даже определенные инфраструктурные проекты. Все это, безусловно, будет когда-нибудь после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Безусловно, это позитивным образом скажется на экономическом положении освобожденных территорий. Кроме того, есть туристический потенциал. Об этом тоже нельзя забывать. Там огромное количество мест, в которые можно было бы привлекать людей. Главное, чтобы там было безопасно. А безопасно там, безусловно, будет тогда, когда мы выдворим оттуда всех сепаратистов.